На благо общества. Предпринимательство приносит пользу не только экономике округа, но, безусловно, и его жителям. Выбрать социальную сферу услуг решится не каждый. Нужно быть не только предприимчивым, но и уметь работать с людьми. Тем более, если это маленькие дети. Тему продолжит моя коллега Наталья Дуркина. Рома уже полгода посещает бассейн. Родители записали его на занятия, когда малышу еще было только два месяца. Вера Нечаева, мама Ромы, серьезно подошла к этому вопросу. Изучила все «за» и «против». В итоге счастливые родители ничуть не пожалели, что записали малыша на занятия. Закаливается? Ныряет. Дыхание задерживается. Немного плюс. Спит хорошо. Занятия длятся 30 минут и проходят в игровой и развивающей форме. Многие родители приходят с определенными проблемами у ребенка. В Центре здоровья для детей и мам помогут справиться с различными проблемами. К нам приходят дети, которые полностью отсутствуют речи и начинают разговаривать хорошо. Ну, соответственно, это в комплексе и с логопедом, и с психологом. Просто это намного быстрее, когда целый комплекс. Также мы не просто плаваем, мы как бы играем. Потому что плавание – это стиль монотонный, и детям, у которых развита только игровая деятельность, им скучно. И поэтому мы определенно придумываем какие-то игры, там, сочетая, привези и так далее. Там перевоплощаемся в разных животных, еще в кого-нибудь, чтобы заинтересовать ребенка, чтобы он приходил сюда с удовольствием, с любовью каждый раз. Екатерина Ницвета открыла центр еще в 2019 году. С того момента владелица и тренер помогла маленьким ныринмарцам почувствовать себя лучше, как рыбка в воде. Есть дети, которые боятся воды и не любят нырять. Мы преодолеваем этот страх. У нас вот был мальчик, я про него рассказывала уже тоже до этого. Он долго не нырял, он очень боялся. И я просто нашла на зоне зеркало для бассейна. Заказала, купила и говорю, давай дуть пузыри в зеркало. Он дул, со мной дул, а воду не опускал голову. А потом я говорю, давай под воду иду теперь в зеркало. И он такой, а давай, и все, теперь мы его не можем вытащить из-под воды, он только ныряет. Ну, то есть вот такие моменты. Социальный бизнес все больше находит отклик у предпринимателей. Екатерина Ницвета и находит все новые возможности для того, чтобы малышам с ограниченными возможностями здоровья было проще заниматься. К нам ходят дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Также мы участвуем, ну, даем скидки таким детям, предоставляем. Плюсом есть, когда происходит новогодняя, проходит новогодняя акция «Елка желаний», например, предприниматели собираются и покупают, например, абонемент в дельфиненок какому-то определенному ребенку, ну, кто желает об этом. И я всегда принимаю тоже участие, то есть я делаю от себя тоже вклад в абонемент. И, допустим, там на полгода или на год. Вот мы до этого девочке дарили на год занятий ДЦП, а сейчас мы дарили девочке на полгода занятий. Екатерина Ницвета еще в прошлом году подала заявку на Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», который проходит в два этапа – региональный и федеральный. Все заявки у нас формируются на электронном ресурсе. Мы перед тем, как проводим этап региональный наш, мы информацию размещаем в СМИ, в различных источниках и также сообщаем всем нашим социальным предпринимателям о том, что у нас стартует данный конкурс. Они могут заявку подать на электронном ресурсе, позвонить нам. Мы всегда рады и всегда помогаем нашим заявителям при оформлении, мало ли возникают какие-то трудности. И в дальнейшем уже сформированная заявка попадает на экспертную оценку. В конкурсной комиссии четыре человека, которые в режиме онлайн на самой платформе конкурса оценивают каждого участника по критериям. Например, актуальность проекта, социальный эффект и многое другое. В прошлом году у нас было подано три заявки в трех разных номинациях. Причем две заявки из них были субъектами малого и среднего предпринимательства. Одна заявка была подана некоммерческой организации. Всего у нас субъекты малого и среднего предпринимательства могли подать заявки в восьми номинациях, а некоммерческие организации могли подать заявки в четырех номинациях. Екатерина Ницитая стала победителем регионального конкурса «Лучший социальный проект года» в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта». Наталья Дуркина, Вадим Стасек, Владислав Носкин, Телеканал Север.